здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье улучшила внешность а также обо всем что меня интересует ну вот дорогие друзья наступает канун волшебной новогодней ночи и поэтому как вы понимаете моя волшебная палочка сегодня более чем уместно и в этот чудесный зимний праздничный день я хочу от всей души поздравить вас с этим чудесным светлым волшебным праздником и пожелать прежде всего мира спокойствия радости в душе здоровья вам и всем вашим близким успехов в работе благосостояния взаимной любви и много много счастья и пусть все то что я вам сейчас пожелала обязательно сбудется в наступающем году я этого очень хочу да да с новым годом дорогие друзья с новым счастьем и сейчас в эти предпраздничные дни в канун нового 2024 года как водится я занималась моим любимым делом то есть я составляла планы на новый год по улучшению моей жизни в целом и в первую очередь по поддержанию и улучшению моей внешности дорогие друзья мне нравится афоризм о том что нужно понимать то что мы не можем изменять и принимать это но в свою очередь то что мы можем изменить то что в наших силах нужно менять в лучшую сторону и в этом году дорогие друзья я решила сделать упор на ухоженность если мы с вами не можем изменить и остановить неумолимый бег времени то ухаживать за собой улучшая свою внешность это вполне в наших силах хотя бы и в домашних условиях и я сейчас вовсю подбираю домашние процедуры которые я собираюсь делать на регулярной основе но я дорогие друзья вынесла из своего жизненного опыта одну мудрость если взять сразу очень много всего то наверняка я это брошу если это будет сложно нудно как говорится бери ношу по себе чтобы не падать при ходьбе и поэтому из каждой практике по уходу я выбираю два три важных пункта но которые мне подошли разумеется и которые не особенно обременительно который занимает несколько минут в день сегодня дорогие друзья в этот чудесный канун нового года я не буду вас грузить всякими мелочами я просто широкими мазками обозначу то чем я буду заниматься а более подробное видео я сниму после нового года то есть я поделюсь моими наработками тем что я собираюсь сделать для улучшения моей внешности для консервации ее и так дорогие друзья в первую очередь это конечно уход за лицом потому что лицо у нас на виду и по нему нас всегда встречают ну и составляют впечатление нас конечно же и как вы помните дорогие друзья я всегда все упрощаю потому что именно в этом упрощение залог того что я буду этим заниматься например я не буду делать отдельно массаж лица по массажному маслу потому что лично для меня это обременительно тем более что я еще и работаю дорогие друзья не забывайте я буду делать массаж по крему который я наношу утром и вечером и пока он не застыл пока он еще такой вязкий гладкий по нему руки скользят я и буду делать короткий но интенсивный массаж лица вы знаете вот мне сейчас смешно вспоминать но допустим там 25 лет назад когда я наносила крема или делала так называемый массаж лица я к лицу относилась бережно и получалось что я массирую не столько лицо сколько кожу лица но теперь то я знаю дорогие друзья что брыли и второй подбородок они зависят не от состояния кожи от состояния мышц которые находятся глубже и поэтому теперь я делаю массаж такой силы чтобы он прорабатывал именно мышцы то есть я стараюсь захватывать глубокие слои кожи я чувствую эти мышцы я их напрягаю чувствую и воздействовать нужно именно на них я хочу сделать упор на брыли вот на эти места и косметологи говорят что наши брыли тянет вниз платизма эта мышца на шее я вам сейчас покажу ее лучше один раз увидеть вот мы с вами в век телефонов и интернета все время сидим склонив голову естественно в таком положении вот эти мышцы они скукоживаются напрягаются их потом трудно растянуть и расправить и иногда когда я долго посижу и хочу шею разработать вот так вот голову поднимаю я чувствую вот здесь очень сильное напряжение я вот прям чувствую как вот эти мышцы платизма вот так идет тянут вот эту часть лица вниз я прямо ощущаю это не только платизма тянет вниз но и вот эти тяжи вот здесь на шее с возрастом появляются у меня они есть не очень здесь видно из-за освещения яркого два вот таких каната они свят они отсюда сюда идут и эти тяжи на шее тоже тянут вот эта часть лица вниз и косметологи говорят что надо расслаблять эту часть то есть ее просто-напросто растягивать и знаете я буду делать такие упражнения я вам следующий раз покажу когда буду подробно об этом рассказывать самые простые методики растянуть платизму и тяжи и к тому же я буду делать одно единственное упражнение для шеи я считаю что его вполне достаточно она простое его все его знаете но не все его делают и кстати я очень люблю привязывать вот какие такие мероприятия я имею ввиду какие такие некоторые упражнения к моей бытовой жизни то есть к моим бытовым привычкам например вы чистите зубы и в это время можете делать вот это упражнение она очень простое вы запрокидываете голову вверх и нижней губой старайтесь перекрыть верхнюю вот как это выглядит очень сильное натяжение я чувствую но это воздействует вот на эту мышцу и поэтому целесообразно потом сделать то же самое в бок вот так голову поворачиваете и то же самое делаете и я чувствую теперь как тянется боковая поверхность шеи этого упражнения вполне достаточно если вы будете его делать каждый день регулярно плюс растягивание платизма и и тяжи еще очень полезно когда вы крем наносите на лицо прорабатывать мышцы от провисание по челюсти по нижней челюсти то есть вы начинаете отсюда и вот так вот руками вот так вот ой больно как вот так вот делаете или вот так вот переминаете к уху вот сюда восходящими движениями к середине уха то есть вот отсюда прям вот так ай больно как вот кстати вот это больно ой 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 это и означает что вы не кожу гладите а работаете именно над этими мышцами над какими надо работать и это скульптурирует нижнюю челюсть это точно абсолютно еще вы знаете я делала одну вещь и я узнала что она тоже очень полезно и даже не помню я делала и всегда много лет откуда я это взяла вот такое движение когда я крем наношу я потом вот так вот разминаю вот эту часть ой как больно вот так я прям знаете щеплю себя не по-детски сильно так вот так вы больно как больно и знаете как-то все у вас краснеет начинает болеть и гореть значит вы сделали правильно но я так думаю во всяком случае вот это вот движение ой ой как больно она разминает пучок вот этих тяжей которые на шее и тяжи надо растягивать сейчас я вам покажу одну зверское упражнение вы безбоязненно беретесь за тяж вот он на шее идет сверху вниз и начинаете его вот так растягивать в разные стороны тоже знаете ли неприятно но это дорогие друзья действенно и точно так же вы растягиваете платизму вот платизма вы когда шею поворачиваете у вас вот она выступает вы можете взять руками вот она платизма и вот так же самое вот так вот ее растягивайте вот платизму вот так же в разные стороны ведь те я тяну лицо покраснело и болит это радует дорогие друзья и знаете косметологи говорят что не нужно этого бояться и что когда у вас растянута платизма и вот эти тяжи и разбиты вот эти тяжи вот этим вот движением то у вас меньше будут тянуться брыли вниз и еще дорогие друзья я хочу в новом году использовать тейпы я себе заказала корейские тейпы шириной 5 сантиметров телесного цвета по моему личному наблюдению тейпы не очень хорошо помогают при птозе но тейпы отлично помогают при мимических морщинах например межбровных вот здесь и на лбу вот это действительно они делают разглаживают эти морщины если правильно наложить тейп и оставлять его каждый раз на ночь он и разглаживает потом эффект длится полдня и к тому же вы же понимаете если каждую ночь вы будете делать тейпирование то естественно старение замедлится то есть образование вот этих глубоких морщин и я не особо верю что можно что-то повернуть вспять без операционными методами без они без инъекционными но дорогие друзья я верю в профилактику то в то что можно что-то предотвратить а вы дорогие друзья вы готовите какой-то план на наступающий год и входит ли туда процедуры по уходу и если у вас есть какие-то хитрости или проверенные методы которые улучшают внешний вид вы пожалуйста напишите в комментариях а мы переймем я очень очень много полезного узнаю из комментариев поэтому дорогие друзья напишите знаете дорогие друзья кто как а я люблю носить короны вуале шляпки но короны конечно носить приятно как жаль что не принято в этом ходить на улицу приходится ограничиваться только квартирой что обидно принцесса нет не принцесса а кто мамань королевна а в конце дорогие друзья как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока